Какие есть на Курсере или на Фистехе и так далее доступные ваши видеокурсы по комбинаторике и так далее? Сейчас на Курсере доступно пять моих курсов, один из которых называется «Введение, кажется, в комбинаторику». Это простая совсем комбинаторика для тех, кто вообще не знает СЭШ, там двумя коэффициентами и прочего. Есть такая простая комбинаторика. Есть курс «Современная комбинаторика», это выжимка из курса, который я читаю на первом курсе Фистеха для студентов факультета инноваций и высоких технологий. Но там достаточно продвинутые сейчас у нас студенты, поэтому я читаю в высоченном темпе. Очень залихватский курс, но это выжимка, то есть там я прочитываю, грубо говоря, 18 лекций, а выжимка состоит из 9. Но это мощная вещь, там продвинутая комбинаторика. Дальше есть курс «Теории графов», есть курс «Случайные графы», а, ну, последовательность не такая, есть курс «Теории вероятностей» для начинающих. Он такой, в общем, его школьники должны воспринимать. Я его специально так прочитал, чтобы там не было этой формалистики, теории меры какой-то страшной, там сигмалгебры и так далее. Я прочитал на пальцах, но, в принципе, там все выходит на современный уровень, то есть там есть предельные теории, все что угодно. Так, немножко неформально, с кучей комбинаторных иллюстраций всякие, графы там красим и прочее, потому что вероятностный метод, он в комбинаторике тоже очень хорошо работает. Вот такой курс тоже есть. И последнее, то, что сейчас доступно, это «Случайные графы». «Случайные графы» – это вот как кульминация всей этой деятельности, это вот пять курсов. Сию минуту снимаем веб-графы, веб-графы наименее математический курс, но наиболее прикладный, естественно, то есть там люди могут учиться вообще на питоне, что-то проверить, как реальная сеть устроена, как интернет растет и так далее. Вот такой более, что ли, инженерный курс в каком-то смысле, но математики там тоже полно, то есть я формулирую теорему, правда, и так далее. Вот будет шестой курс, и это будет сшито в такую специализацию, желающий сможет это прослушать целиком и считать, что он прошел специализацию, если сделает там же курсовой проект, как называется, некий диплом. Ну и какие-то вариации на тему этих курсов сейчас в активном режиме выкладываются на то, что называется OpenEDU, это национальная платформа, аналогичная курсера, но наша, российская. Но я думаю, что те, кто прослушал курсеру, вполне могут обойтись этим, потому что разница пока что между национальной платформой и курсерой состоит только в том, что чуть более углубленные домашние задания, а лекции те же самые. Существуют ли какие-то школы или какие-то занятия с вашим участием, куда могли бы примерно вот эти люди поехать? Поехать? Ну, прийти, я не знаю. Нет, ну, смотрите, значит, я организую традиционно две школы, обе они называются Комбалк, комбинаторик и алгоритмы, сайт, давайте я в сайт напишу, там вообще вся практически наша деятельность, околошкольная и околеинститутская, университетская, там Мехматская, 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 Фестеховская, называется Комбалк.ру, комбинаторик и алгоритмы, не алгебра, а алгоритмы. Вот, там объявлены все наши школы, в принципе, значит, зимняя уже прошла, соответственно, следующая будет во второй половине августа, это тоже наша традиционная школа. Попытаться поехать туда, конечно, можно для этого, как только будет объявлена регистрация, нужно будет заполнить регистрационную форму, но там для тех, кого мы сходу не можем идентифицировать, не знаем там, кто это, но будет какое-то, как называется, домашнее задание, типа теста, по которому мы посмотрим, насколько мы просто готовы воспринимать ту информацию, которая будет на школе. Но, в принципе, ну школа просто такая, много крутой математики рассказывается, поэтому нам же тоже не хватит, мы будем отбирать, соответственно. Но вообще никакого снобизма, то есть мы стараемся очень так всех поддерживать и, в общем, любим учить всячески. Хотя, как на какой-то летней конференции Тургора была футболочка, на которой было написано, что умный любит учиться, а дурак учить. Ну, мы любим и учиться, и учить на самом деле, ну учить часто. Там же, кстати, объявлены вебинары, которые я веду сейчас, буквально просто в этом семестре, из студии Фистеха, они транслируются как, собственно, на Фистеховском сайте, так и на Ютубе. Единственное, я так понял, что для москвичей это время неудобное, но так мы как-то поставили, я уж очень прошу прощения, это происходит в 15 часов по средам. Время неудобное, потому что типа рано. Я как-то вот просто ориентировался там на какие-то восточные города, которым трудно слушать слишком поздно, и не подумал, что в Москве будет наоборот слишком рано. Но сейчас уже так расписание построено, что я сделать ничего не могу. Другое дело, что, конечно, их можно прослушать в записи, там будут домашние задания, которые, между прочим, скажем, на поступление на Фистех даже влияют. То есть там некие баллы можно будет добавлять тем, кто хорошо порешает домашние задания на этих вебинарах. Вот, вебинары очень простые, я там рассказываю комбинаторную геометрию на самом-самом базовом уровне. То есть мне в этом году захотелось охватить огромную аудиторию. Ну вот, я там более простые даже вещи сейчас разжегну, чем то, что сегодня рассказывал. Ну там развлекательные, так что, пожалуйста, если есть возможность, приходите. В июле будет смена в Сочи очередная, которая будет посвящена, ну, как вам сказать, ну там проекту, в общем, надо будет делать некие проекты. Меня пригласили возглавить то направление в этой смене, которое вроде как занимается большими данными. То есть это проекты якобы не совсем математические, а скорее такие, ну как бы вот вы должны там что-то научиться, извлечь какую-то пользу из больших данных. На самом деле там, конечно, будет полно математики и проектов, которые по сути чисто математические, там тоже будет много. Но туда, как водится в Сочи, это вот этот центр «Сириус», который президентский проект «Талант и успех», в общем, ну туда трудно достаточно проникнуть просто, но так вообще, в принципе, будем стараться пригласить тоже побольше людей. Может быть, я доеду до Дубнинской школы, я не знаю, насколько для вас там это актуальный мод, который современная математика, передняя школа современная математика в Дубне. Может, не доеду, потому что моя смена с ней сильно пересекается, собственно говоря. Ну, точно доеду до споров Агаханова на Межнар.